Блины готовят из всего, что есть под рукой. Молоко, кефир, простокваша и прочее. Фантазия здесь безгранична. Но есть основа, которая сделает их по-особому вкусными. Получаются такие блины с обилием дырочек и сверх эластичные. А самое главное, они очень долго остаются свежими. Первым делом, естественно, нам потребуются свежие яйца. Берем их три штуки и разбиваем в глубокую емкость, в которой будем замешивать тесто. Добавляем к ним 1 чайную ложку соли и 2 чайные ложки сахара. Но сахара не должно быть слишком много, а то блины начнут гореть. Такое бывает часто. С помощью венчика хорошенько все взбиваем, пока яичное масло не побелеет. Теперь нам предстоит влить один стакан молока комнатной температуры. Ну и конечно же центр эластичных блинов – пиво. Берем его также один стакан. По мне так лучше всего использовать пиво светлое. Оно сделает блины с легким привкусом солода. Можно, конечно, поэкспериментировать и с темным пивом, но вкус блинов будет слишком пивным. А это уже, как говорится, на любителя. Вливаем его к яйцам и молоку. Теперь добавляем один стакан пшеничной муки. Обязательно ее заранее просеиваем. Добавлять муку следует частями. Перемешали немного, опять добавили часть муки. Снова перемешали и так далее. Добиваемся полной однородности теста. Комочки должны все разойтись. Добавляем буквально половину чайной ложки соды или разрыхлителя. Чтобы блины легче снимались со сковороды, вливаем 3 столовые ложки растительного масла. Да и от его присутствия блины станут еще более тягучими. Хорошенько смешиваем, чтобы сода и масло разошлись. По густоте тесто должно получиться примерно как кефир, может даже чуть жиже. Если оно будет гуще, то блины не получатся такими тонкими, как хотелось бы. Перед выпеканием блинов готовому тесту даем немного постоять. Ну а теперь ставим сковороду на огонь и даем ей хорошенько раскалиться. Перед выпеканием первого блина смазываем ее поверхность небольшим количеством масла. Вливаем первую порцию теста в сковороду. Стараемся, чтобы его слой получился тонким и растекшимся равномерно по всей ее поверхности. Огонь чуть выше среднего. Дырочки появляются мгновенно. Их количество просто огромное. Менее чем через полминуты видно, как края блина приобретают румяный цвет. Самое время перевернуть блин на другую сторону. Готовые блины снимаем и выкладываем на тарелку. Тут же, пока блин еще горячий, смазываем его небольшим количеством сливочного или топленого масла. Продолжаем выпекать оставшиеся блины. Как я уже говорил, блины на темном пиве получаются более яркого и выраженного вкуса. Да их цвет будет, естественно, темнее. Почему именно пиво? Дело в том, что это не только особый вкус, но и сам состав блина получается совсем иным. Не таким, как в классическом рецепте. Блины получаются более мягкими и упругими, и совсем не забиты вкусом муки и соды. В пивной основе есть дрожжи, делающие блины мягкими и нежными. А это значит, что они даже в остывшем виде останутся мягкими и нисколько не зачерствеют. Сегодня я делюсь лишь тем, как испечь сами блины. А вот начинку каждый может приготовить такую, какую он любит больше всего. Благодаря своей текучести в такие блины можно завернуть все, что угодно. Мясной фарш, малосольную рыбу, творог или даже что-то сладкое. Обязательно приготовьте эти блины и угостите ими своих близких. Готовьте вкусно и приятного аппетита!